Умная бытовая техника, голосовые помощники и навигаторы. Все эти интеллектуальные системы существенно упрощают нашу жизнь. В том, что за искусственным интеллектом будущее, уверены участники уроков цифры. Наша съемочная группа побывала на одном из них в школе номер один. Впервые определение этого понятия было дано американским информатиком Джоном Маккарти еще в 1956 году. О чем идет речь? Современные технологии все глубже внедряются в нашу жизнь. Им уделяется большое внимание, появляются новые профессии. Одна из приоритетных сфер – искусственный интеллект. Для более подробного знакомства с этой темой для старшеклассников школы номер один прошла лекция в режиме видеоконференц-связи с управляющим архангельского отделения ПАО «Сбербанк» Константином Виноградовым. Это расширяет кругозор. Ты понимаешь, как действуют какие-то механизмы, алгоритмы, как вообще профессии. Это же люди делают. Проверить свои навыки, возможно, узнать что-то новое, совершенствоваться в информационных технологиях. После лекции ребятам было предложено задание на онлайн-тренажере, с которым они справлялись с удовольствием, потому что все новое – это пища для пытливых умов. Пытаемся обучить машину, чтобы она смогла с помощью тех задач, которые мы ей дадим, алгоритм, проехать хорошо площадку. То есть не врезаться никуда, не сбить никого. Мы отбираем материал, который будет ей помогать это все делать. Уроки цифры позволяют школьникам узнать о новых профессиях, определиться с выбором своей специальности, разобраться с механизмами создания искусственного разума. Ведь в 21 веке это неотъемлемая часть нашей жизни. Я считаю, что искусственный интеллект облегчает и нашу жизнь. Возьмите наши умные стиральные машины, потом роботы, которые помогают убрать. Потом возьмите умные утюги, плиты, которые забыл выключить, она понимает, что ты ее не выключил, выключится через некоторое время. Да, там тоже есть такой слабый искусственный интеллект, и он, в отличие, может быть, искусственного интеллекта от обычных устройств, то, что он может обучаться. То, что если мы его, например, учим подбирать для нас какой-то контент, он это запоминает, и потом уже напоминать не надо. Занятия в рамках проекта «Урок цифры» проходят несколько раз в год во всех школах Нинецкого округа и собирают большое количество учащихся общеобразовательных учреждений.